Образовательный центр Казачья Бухта – первая школа, построенная в Севастополе за несколько десятилетий. Неудивительно, что к ней приковано внимание федерального центра. Школа рассчитана на 600 учебных мест. По предварительным данным, в две смены здесь будет учиться 1050 детей. То, что школа в районе Казачьей Бухты готова – большая победа для нашего города. Само здание было заложено еще в украинские времена, но потом сроки сдачи проекта многократно переносились, а в 2015 году вообще все работы на некоторое время прекратились. И вот, наконец, с 1 сентября этого года школа распахнет двери перед мальчишками и девчонками, которые раньше были вынуждены самостоятельно добираться из этого отдаленного района в городские школы. Накануне этого долгожданного события, 18 августа, образовательный центр Казачья Бухта посетила делегация первых лиц страны. Президента России Владимира Путина сопровождали председатель правительства Дмитрий Медведев и министр образования Ольга Васильева. Экскурсию по новой школе проводили временно исполняющие обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и, конечно, директор школы Татьяна Донцова. Они прошлись по коридорам и осмотрели учебное оборудование. Также Владимир Путин встретился с учителями и родителями школьников. Как, нравится? Очень, очень, очень. По сожалению, это первая школа за 25 лет. Сейчас вы говорили, вспомнили о том, что каждый год подъезд школы в три детских сады планирования. Я говорю, что губернатора, может быть больше, в принципе, можно было бы и финансирование обеспечить большим объемом. Но, как говорит губернатор, не хватает добросовеста, эффективной работы в строительных организациях. Дмитрий Овсянников рассказал о планах по строительству детских садов в городе. Мы планируем идти на цену строительства по детских садам в 5 детских садов в год, в 20 садов, построить, и мы полностью сходим. А что, да, я с ним, детки, которые за трех лет, они двигаются в более старшие группы, мы их ждем. Соответственно, на опережение работы, мы с этого, с 1 сентября еще трех лет очередь нам будет. А вот в группу за трех лет строительством садов мы через 8 месяцев ждем еще 3 детских садов. В правительстве города отметили, что в учебные классы уже закуплено необходимое оборудование. Кабинеты химии и физики оснащены современными лабораториями. Кабинеты труда для девочек – швейными машинками и современной бытовой техникой. А для мальчиков – новыми станками для обработки различных деталей.